В зал суда Александр Потапов заходит уверенно, оценивая обстановку взглядом. Поприветствовав присутствующих, начинает общение с адвокатом, но недолго беседу прерывают председательствующие. Их сразу трое. Александр сам подал такое ходатайство, чтобы его дело рассматривала коллегия судей. А судить его, по мнению следствия, было действительно за что. В прошлом году он пытался сжечь и подорвать машины когда-то обидевших его людей. В список жертв попали бывшая жена, сокамерник и одноклассник. В 2022 году фигурант дела при помощи самостоятельно изготовленных самодельных взрывных устройств совершил покушение на убийство двух своих знакомых, с которыми у него ранее сложились неприязненные отношения. Мужчина устанавливал устройство на их автомобиле. Однако действия осужденного не были доведены до конца по независимым от него обстоятельствам. Сначала пострадал пожилой мужчина. ЧП произошло в деревне Юрьевка. Подарок с опасным сюрпризом ждал 71-летнего сельчанина утром 10 января. Около 11 часов пенсионер вышел к своему вазу 10 модели и обнаружил на одеяле, которым он на ночь укрыл лобовое стекло от обледенения, бумажный подарочный пакет. Такой сюрприз мужчине сразу показался странным, и он решил смахнуть его на снег вместе с покрывалом. Упав в сугроб, пакет взорвался, отчего загорелось одеяло и куртка на пенсионере. От подарка остались только осколки стеклянной бутылки и саморезы, которыми она была наполнена. Учитывая способ покушения на убийство к оперативному сопровождению уголовного дела, подключились сотрудники управления ФСБ по Мордовии. Они хорошо изучили личность жертвы. Он – отец человека с несколькими судимостями. В числе подозреваемых могли быть сотни человек. Пока шли экспертизы, оперативники ФСБ и МВД изучали другие версии. В столице Мордовии едва не погиб местный житель от установленного на днище его автомобиля СВУ. Мужчина двигался по проспекту Ленина в Саранске. Заметив, что машина странно себя ведет, водитель совершил аварийную остановку у элеватора. Обойдя авто, он увидел, что из-под машины валит дым. Когда на место приехали полицейские, они обнаружили, что внизу к бензобаку было прикреплено взрывное устройство. Его некорректная работа, по сути, спасла жизнь водителю. После изучения состава СВУ эксперты пришли к выводу, что аналогичное устройство сработало и в Юривке. Тут-то сыщики стали искать людей, так или иначе связанных с обоими автовладельцами. Круг удалось сузить до тех, кто ранее отбывал наказание в Мартовской колонии. Интуиция оперативного сотрудника ФСБ не подвела. Все нити привели к одному человеку – 49-летнему жителю Саранска Александру Потапову. Получив ордер на обыск, силовики нагрянули к нему домой. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире подсудимого были обнаружены инструкции по сбору взрывчатых устройств и изготовлению взрывных веществ, устройство-компоненты для изготовления СВУ, а также список, содержащий установочные данные потенциальных жертв, которые фигурант испытывал неприязненные отношения. В 2013 году Потапов был приговорен к 5,5 годам заключения по наркотической статье. Выйдя на свободу, он решил мстить, но не сразу, чтобы не ставить себя под прицел силовиков и не напрямую своим обидчикам. Первой жертвой списки для мести была супруга, которая сразу после приговора ушла к другому. Отомстить Потапов решил ее новому избраннику. В декабре 2020 года Александр поджег на улице рабочее в Саранске автомобиль ее мужа и отца. Мы знаем, что машина сына и отца. А что случилось? Ну, скорее всего, видим поджог, а кто чего, это мы не знаем. А это Сергей Козлов стоял, она просто горелась от той машины. Версия мести стала главной и у сыщиков, ведь машина отца и сына были припаркованы на разных сторонах стоянки, но горели одновременно. К вечеру того же дня в полиции возбудили уголовное дело, но оно было приостановлено из-за отсутствия подозреваемого. Однако после событий в Рузаевке и Саранске оперативник ФСБ предположил, что все эти факты связаны и не ошибся. Подрыв фаза в Юрьевке – это месть сокамернику, с которым у Потапова возник конфликт на зоне. Третьей жертвой, машина которого загорелась у Саранского элеватора, стал одноклассник Потапова. Из-за чего, кстати, произошла школьная ссора, потерпевший так и не вспомнил, но обиду на него подрывник пронес через десятилетие. 23 ноября у Александра состоялось последнее слово в суде. К нему он подошел основательно, впрочем, как и к другим процессам. Школьная тетрадь в клетку полностью исписана замечаниями. В его списке основных сомнений более 30 пунктов. И о себе он всегда говорит в третьем лице. Так как умысел на убийство отличается от умысла на причинении повреждений, так же, как число 105 отличается от числа 115, то достаточно, руководствуясь статьей 288 УПК РФ, провести эксперимент. Подсудимый записывает число от 0 до 99, а господинитель отгадывает это число. Из этого эксперимента получается слишком много чудес в этом деле. Расширение времени, преодоление гравитации, ночной ясновидец, одновременно путающие автомобили, пропускающие удары в голову, ацетон со свойством живой воды и чтение мыслей. Каждому преступлению Потапов готовился очень тщательно и соблюдал строгую конспирацию. Выходил из дома без телефона, всегда скрывал лицо. Следователи предположили, что такой злопамятный мотив Потапова мог быть последствием психического заболевания или расстройства. Но экспертиза полностью признала мужчину меняемым. Я не обладаю гениальностью. Психической болезни у меня нет. Во принятых заключениях на второй странице это написано. Мои оценочные суждения и сомнения среднечеловеческие. Этих способностей оказалось достаточно, чтобы показать в суде ложь следователя или прокурора. Поэтому я прошу отбавить меня. В премию гособвинитель запрашивала для Потапова 20 лет лишения свободы. Свою вину он так и не признал. Но грамотная работа оперативников и следователей помогла собрать железные улики. Приговором Ленинского районного суда города Саранска мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Это уголовное дело в очередной раз доказало, что идеальных преступлений нет. И на каждого гениального злоумышленника есть не менее гениальный оперативник, следователь и прокурор. Анастасия Исемушева, Павел Толобаев, программа «Происшествие».